Ответы на вопросы В связи с этим разные ассоциации у людей возникают и по-разному они реагируют на то, что я высказал. Может быть, кому-то это очень неудобно, не народническая версия, а аристократическая версия элиты. Почему это вдруг элите народ должен, а элита народу не должна? Потому что элита сформировалась именно на основе долга перед тем, что выше как народа, так и самой элиты. То есть некое служение. Служение каким-то истинам, которые не связаны напрямую с насущными интересами, такими бытовыми или материальными интересами народа. И вот устремленность к этим высоким высшим ценностям как раз и предопределяет роль элиты. Она должна богу и государю, так же, в общем-то, как и народ, а не народу чего-то она должна. Народ как раз должен поддерживать своих, с одной стороны, может быть, народное представительство. Если оно правильно организовано, то выделяются лучшие. Не они вам чего-то должны, а они являются вашими представителями. И вы их выбираете не за то, что они вам какой-то кусок принесут в зубах и поделятся как-то с вами. Нет, нет, они являются вашими представителями. Вы их выбираете именно за то, что они представляют ваши интересы. Вы выбираете личность, а не некую функцию, которая вот... Давайте я обслужу вас и вас. Я помню эти годы, 90-е годы. Мы же за вас голосовали. Да плевать, что вы за нас голосовали. Если речь идет об истине, то я на стороне истины именно потому, что я являюсь народным представителем. Никак по-другому. А если вы за нас голосовали, но при этом тогда вы были за Ельцина и остались за Ельцина, а я увидел на коротке, что это все варьё и предатели, и я остаюсь народным представителем, несмотря на то, что народ все еще пребывает в состоянии безумия. И поэтому даже в этом смысле некое формирование народного представительства, как тоже сообщество лучших, если оно так формируется, то лучшие они и видеть должны дальше. Они единственное, что должны сообщать, это они должны сообщать народу, что он находится в заблуждении, если он поддерживает Ельцина, Путина и так далее. Он должен сообщать эту информацию. К сожалению, ситуация такова, что электорат на самом деле, это не народ никакой, а электорат. Он голосует, а потом говорит, а теперь мне, я же проголосовал за вас, а теперь где ответное, я же за вас голосовал. А что это означает, что голосовал? Что мы тебя подсадили, отправили туда вверхи, где другая жизнь, где карьера, где деньги и так далее. Не в народную жизнь, а куда-то в другое место. И тогда, вот тогда, а теперь делись с нами, ты же должен по нашим вопросам заниматься. Народный представитель обязан, запросы приходят от избирателей, он обязан по ним работать, если они действительно связаны с конкретными проблемами. А очень часто бывают такие лукавые ребятишки, они используют народное представительство для того, чтобы свои частные вопросы, исключительно частные решать. Тут есть у меня маленькая дельца, лукавые такие люди. Но это отдельный разговор, там все в книжках я уже написал. В общем-то, речь не об этом. Хотел как раз вот по вопросам. Вот эти, ну я иногда буду называть авторов вопросов, иногда нет. Эти элиты всегда были, еще в 17 веке организовались, то же, что иллюминаты. Иллюминаты, когда создавались у них в начале, были те же самые направления, только недавно все элиты стали сатанистами, короче говоря, государство в общем сатанисты. Нет, государство не сатанист. Государство это архитектура, историческая архитектура. Вот многими поколениями созданы отношения и формальные, и неформальные, правовая система, и то, что стоит за скобками закона. Вся эта структура, это является неким даром, который предшествующие поколения нам передали. Вот этот дар, который для нас, для всех, присвоен некой группой, группировкой. Она, конечно, не элитная, а преступная группировка, самозванцы и так далее. То, что они превратились в сатанистов, у меня тоже нет никаких сомнений. Некоторые, как бы, такие агностики, им, в общем, наплевать на все. Они верят только в то, что их кости сгниют, и ничего нет, кроме вот той реальности, которая у них перед глазами. То есть мир исчезнет вместе с ними, это их убежденность. То есть, точнее, он, может, не исчезнет, но их это не интересует. Их интересует только здесь, сейчас, когда они живут, вот для себя родимых, все остальное не имеет значения. А другие, это тоже форма сатанизма. А для других есть антихристианские установки, которые у нас встречаются очень часто теперь и среди так называемых простых людей. Вот там есть системные установки, они действуют с ненавистью, к тому, что мы любим или должны любить, как наследники своих предшественников, предшествующих поколений. Там это есть, с этим я согласен. Не знаю, на счет иллюминатов, но все-таки государство и элита – это в одну сторону, а сатанисты – это в другую сторону. Там элит не бывает. Принадлежность к кормушке – это непринадлежность к элите. Вот очень правильно написано. А мысль очень часто, не то, что даже к кормушке, а вот чем больше человек наворовал, тем больше у него оснований, вроде бы, как быть причастным к элите. Другие вопросы, которые по ассоциации, видимо, а почему вы поддержите Грудинина, он же коммунист? Никто не пострадал от коммунизма больше, чем русский народ. Я не поддерживаю Грудинина. Грудинина мы поддержали, национал-патриоты поддержали, когда он согласился на то, что он кандидат народный. Его поддерживают разные силы. С одной стороны, коммунисты. Мы с коммунистами никаких отношений не имеем. Мы со своей стороны его поддерживаем. Он не член КПРФ. Он предприниматель, хозяйственник и так далее. Вот мы его поддержали. Но когда выяснилось, что он готов отчитываться и иметь какие-то отношения, только с КПРФ, только с Зюгановым, я лично покинул его штаб и ушел. Менее щепетильные люди там продолжали работать в надежде хоть как-то столкнуть ситуацию с мертвой точки. Я тоже тогда говорил, придет 80% на избирательные участки, Грудинин будет президентом, и он будет гораздо лучше, чем Путин. Гораздо лучше. Хотя он не наш. Не наш по мировоззрению. И не такой человек, которого нам бы хотелось видеть. Но он лучше. Поэтому в этом смысле мы не поддерживали его организационную деятельность в течение избирательной кампании. Большую часть ее вначале поддерживали. А потом мы поддерживали его как противника Путина, реального непутиниста. Все остальные были по велению администрации президента. Все свои функции выполняли. Грудинин как-то выбивался из этой ситуации. Мы прекратили его поддерживать. Он оказался не способен к выполнению своих обязательств перед теми, перед теми он их взял перед начале избирательной кампании или перед ней. Ну и сейчас тоже не поддерживаем. Да, его там мучают и так далее. Ну, как и многих других. Он ничем не лучше всех остальных. И в той же мере мы являемся, мы, я имею в виду нашу партию Великая Россия и наших союзников, но ничем Грудини не отличается от других предпринимателей, которых гнобит этот режим. Ну, гнобит не только в порядке освобождения места, освобождения от конкурентов и расчищения рынков. Вот рынки-то все уже умирают, поэтому за что бороться. А идет просто грабеж, просто грабеж. Поэтому мы, конечно, против грабежа. Грудинина лично не поддерживаем, и я тоже не поддерживаю. Никогда уже не буду призывать за то, чтобы он голосовал. Он, может, еще пойдет кандидатом в что-нибудь, но нас это уже интересовать не может. Существует ли сейчас партия Родина? Существует так называемая Нью Родина имени Алексея Журавлева. Это антипод той партии Родина, которая была уничтожена в 2006 году в результате предательства рейдерского захвата партии с участием многих из тех, кто бил себя в грудь и представлял себя, и представлялся как русский лидер. К сожалению, так оно произошло. Но это связано с тем, что предательство оказалось выгодным. А выгодным оно оказалось, потому что народной поддержки не было. Вот как раз здесь, об элите. Вот она должна была быть. Вот люди рванулись, вышли на передний край, получили массу синяков. А может, кто-то и жизнь свою сократил по причине очень острой ситуации, острой борьбы. А народ остался совершенно равнодушен. И там сколько там всякой лжи, бесчестности и так далее. Критиковали больше всего Родину те, которые должны были больше всего поддерживать. Ближе к ним. Кто близко стоял, тот и больше всего грязью поливал. А народу было абсолютно наплевать. Ну, поэтому Родина и погибла на ее месте. Вот это Нью Родина. А воровская элита. Сколько десятков лет советская власть ее выкристаллизовывала? А их зарубежные друзья и родственники, ну, немножко непонятно написано. Да, ну, какая же это элита? Да это не элита. Да, при советской власти могла быть элита, там, ученые. Да, да, наука все-таки существовала, и она была фактором производства. Это все признавали и все понимали. Если отстанем по науке, все. Но потом все равно отстали, потому что политические причины были. Если человек от природы лжец или какая-то группировка лживая, ну, никаких научных результатов не будет. Они будут имитационные. Как сейчас, там, какой-нибудь там Сколково или там эти юношеские всякие игры или какие-нибудь там конкурсы. Все это липа, никакой науки в России нет. То есть нет такого социального института. Наука в Российской Федерации умерла. Ну, ученые еще остались. Они, так же, как и в здравоохранении, нет, но врачи еще есть. И некоторые из них вполне себе честные врачи. Вот, и в образовании такая же ситуация. Системы образования нет, она полностью уничтожена. Но некоторые учителя, преподаватели достойно несут свой крест. Вот, поэтому никакой воровской элиты быть не может. Это бандиты, нельзя сказать, это элита бандитского сообщества. Какая-то элита. Это просто главари, бандиты, такие же, как вот кремлевские. Так, вот спрашивают тут, ну, тоже, я, правда, это в другой передаче об этом поговорю. Какой-то Желенков на каналах вещает про историю царской семьи, и не только. И слушают его, судя по просмотрам, как вы к нему относитесь. Я отношусь к нему как к психически больному человеку, который своим психозом дорожает всех остальных. Вот, у него явные признаки, я это называю шизофрения, хотя здесь далее у меня было возражение, что вот неправильно называть шизофрениками таких людей. Ну, я, в общем, живу-то довольно долго, и психология, психиатрия интересовался этим вопросом еще в студенческие годы. Поэтому я вполне правильно называю, потом в другой передаче я это обосную, хочу как раз очередную передачу сделать о психических болезнях в политике или в мировоззрении, в политических взглядах, как проявляется кому более свойственно, какие психические болезни. Об этом поговорим. Ну, и, наверное, последний на сегодня вопрос, это расскажите, пожалуйста, тему либерализма и либералов в отдельном видео с точки зрения простого русского человека. Ну, я считаю, что никаких простых русских людей быть не должно. Обычные русские люди есть, те, которые следуют обычаю, да, те, которые типичные русские люди, например. Но именно русские, они не типичные россияне, которые вообще ничего не понимают, не желают понимать, у которых главный орган в организме их не мозг, а желудок. Ну, все, тогда вот для них я не могу ничего представить и даже никаких рекомендаций у меня для них нет. Русскоязычные россияне это какой-то другой народ, а русские это вот тем, кому я обращаюсь все время. И им могу сказать по-простому, что что такое либерализм. Либерализм это крайний эгоизм. Крайний эгоизм. Поэтому либерализм всегда антигосударственный, всегда нигилистический. Он всегда отрицает само существование нации, как политической общности, и этничности, как природной или культурно-природной общности. И предпочитает, чтобы все границы были стерты, а прежде всего границы своего собственного государства, где они зародились. Чтобы это государство было занято кем-то другим, другими народами, оккупировано другими государствами в разных формах оккупации, культурной оккупации, например. Всегда через забор, когда заглядывают эти люди, там помидоры всегда краснее. А родины для них не существует. Они космополиты, всегда космополиты, так же как коммунисты, всегда интернационалисты. Что бы там ни говорили, коммунизм всегда интернационален. Либерализм всегда космополитичен. Но и на самом деле-то уже в нынешних условиях он антиполитичен вообще, в целом. Поэтому это по политическим ориентирам, это враги отечества. Неважно, там могут быть либеральные консерваторы, как себя называют, или демократические националисты, или национал-коммунисты и так далее. Это все равно, там все эти приставки, это липа. Когда присмотришься, это получается так, что эта приставочка просто откидывается, и оказывается все то же самое, только еще хуже. Только еще хуже. То есть это не просто национал-демократы, это не просто не националисты, а это демократы-либералы, которые внедрены в национальное движение и являются его предателями. Готовы предать всегда. Готовы соединиться с либералами, как это было, там где-то в 11-м году все это безобразие, там в 10-11 году все это происходило. Или с действующей властью, их поманят морковочкой, они туда на цирлах прибегут и будут против национального движения. Поэтому элемент либерализма, включенный в русское национальное движение, это предательство. Это предательство, от него надо избавляться. Никакого либерализма в русском мировоззрении быть не может. Как и левачество во всех его формах. Коммунизм, социализм и так далее. Для русских это консерватизм, как более широкое понятие, и национализм, как политическая форма русского национального мировоззрения. Вот это наша основа. Если мы с этим будем участвовать в политике, то русскую национальную власть мы установим. Слава Руси! Господи, спаси!